наверное такое должно быть доброе утро каждый день кофе завтра птицы поют я тут немножко свой завтрак уже помяла помяла подъела сначала ела внутри потому ушла наружу сюда на улице орешки и сверники сметана варенье и шневая снятина всем приятного аппетита так все тюлень и отдых в кавычках закончился мы сегодня двигаемся в самару для начала речной вокзал и на чем там на пароме на пароходе не знаешь альберт чувствует себя как разбитая корыто на него видимо вчера все-таки подействовал этот стресс для организма когда из бассейна в сауну из сауна в бассейн горло болит голова болит но он готов все равно со мной идти исследовать за мной да да мальчик мой ладно я попыталась погладить костюм в итоге мне ничего не вышло еду в одних шортах ну ладно на улице 28 29 правда обещают дождь да я надеюсь что дождя не будет одежды и вещей по минимуму вообще по минимуму маленькая сумочка салфетки паспорта все больше ничего не ну-ка покажи 1 11 конфет еще жопка не слепнется это маленькие конфетки на ресепшене лежат вот эти малюсенькие капельки которые на один зубок альберт ходит кулачками их тускает возьмет кулачок съест но снова идет берет гостиница работает только на конфеты для тебя какие на спине классные рисунки у тебя мне нравится злой мишка все мы идем на автобус на здешнюю автостанцию так скажем да так из глинки у нас идет 50 и 51 автобус надо посмотреть который из них едет до речного вокзала а может никакой не едет прошлом году мы вообще наугад где-то вышли и пошли пешочком в сторону набережной в этом году посмотрим как получится в этом году помните мы в храме были там еще ремонтные работы велись внутри мы сейчас не пойдем мы потом как он видишь кассу думаю обошли и обратно пошли а там бродили да вчера 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 окажется как будто бы уже давно ветерочек когда прохладненький дует хорошо только ветер прекращается сразу становится жарко вот и автобус едет метро кировская ой хочет мимо нас поехал думаешь едем уже 50 минут если не больше да да вывод сделала ехать с лишним в обычном городском автобусе это еще это еще тот квест вся проблема в том что нас не мукачивает в таком транспорте когда еще начинают все толкаться и приходится где-то посидеть можно где-то приходится вставать потому что много людей старшего возраста заходят которые перемещаются только автобусами да но меня жаба задавила на такси ехать опять мы получается позавчера доехали до глинки за полчаса на такси но дали за это 900 рублей практически да а тут 35 рублей автобус но помучится еще тот квест в нем но ничего где наши не пропадала как говорится сейчас потоплетки авиамарина и вперед путешествие по волге я надеюсь мы успеем на 12 15 время 11 мы вышли на остановки самарская площадь нам идти в среднем где-то час до причинного вокзала не мы прогуляемся прогуляемся жарко очень жарко я хотела еще взять пиджак от этого костюма от этих зеленых шот слава богу что не взяла слава богу что в отеле утюг работал непонятно как то ли работал то ли не работал я пыталась погладить пиджак в общем утюг был в курсе что пиджак мне не нужен потому что очень жарко 29 все шагаем пешая прогулка по городу от самарской площадь до почтового вокзала до набережной короче говоря идем с альвертом болтаем он говорит у меня дикое желание появилось дать на все категории прав прав да на все категории альберт смеется говорит до замка грибальте дошли нет мы дошли до какого-то завода а мы сможем там до выйти на набережную есть ощущение что надо было нам чуть чуть подальше там он волга уже пойдем обратно вернемся и по улице все таки а вон он храм видно кстати пошли обратно и там сейчас в автобус зашла я так поняла учительница с группой детей человек 15 их наверно 13 15 скажем так возраста 7 8 лет это пипец я сразу говорю о нет и и вот я получается я за такими группами всегда наблюдаюсь как как сторонний наблюдатель да типа я не не в детстве типа я не работаю с детьми вот и я просто-напросто смотрю и понимаю блин каково это работать все таки с детьми именно как сторонний наблюдатель когда я сама работа с детьми у меня нет такого ощущения я как-то работаю нормально на экскурсии вожу занятия провожу целый день с ними но когда я вижу человека с группой детей меня сразу же какая-то мысль такая появляется в голове что все-таки с детьми работают немножко чокнутые нормальные здоровые адекватные люди с детьми работать не будут я тебя тоже отношу к тип категории нездоровых людей но потому что дети это ладно один ребенок 23 ребенка да ну когда их 15-20 это это маленький сабантуй так скажем сабантуй который нужно держать держать контролировать каждый процесс этого сабанту я каждую секунду каждую минуту в течение там допустим ну вот я работаю в течение 11 часов это на самом деле сложно поэтому психически здоровые люди с детьми работать не могут хотя психиатр мне каждый год ставить что я здорова это конечно все шутка это черный юмор но это сложно товарищи это сложно я сейчас смотрела на эту учительницу она бедная мне кажется полу синяя полу зеленая но она свою работу делает у нее все дети под присмотром так этот сядь сюда этот со встань туда билеты она купила всех проследила всех посчитала это жесть короче я и сочувствовала я и посочувствовала и отвернулась в окошко дабы дабы внутренне не переживать эту ситуацию я отключилась все я от своей работы отключилась целиком и полностью не думаю ни о чем мысли не гоняю у меня сейчас одна ответственность вот она идет рядом со мной а чужие дети это уже чужая ответственность слава богу я в отпуске нет я ошиблась это совершенно другой храм не тот мимо которого мы в сюда сюда там он парк дети визжат опять дети почему везде я слышу вижу детей не знаю вон там теплоход плывет не знаю успеем не успеем и на 12 15 хотелось бы успеть впереди смотрите художники сидят это из художественной школы или с художественной художественный колледж или как это называется колледж искусства да художка художка и дома но не успеем на 12 15 пойдем на 14 15 вот они вот рисуют получается храм да мы два часа погуляем я так Да ты много чего умеешь. Ой, девчонки так сидят, ножки свешили. Не страшно? Ух ты! Всего лишь. Нам надо было, наверное, все-таки туда, вон туда. А это что, мы так пойдем? Ну пойдем, пойдем. Красиво, да? Мальчики хорошо рисуют. И не рисуют, я просто. Кстати, на самом деле, как сказка, сложно нарисовать, но основные мелкие детали, это капец как сложно. Сына! Он решил охладиться. Мало тебе, да, что у тебя горло болит? Лялешка, ты лялешка моя. Ой, за неделю. Сейчас нас подмочит. Всегда я не горю желанием, чтобы даже брызги на меня попадали. Пропустите меня вперед, молодой человек. Я не горю желанием подмокнуть. Собакен позади нас. Давай, подставь. Иди вон туда, подставь. Подставляй голову, говорю ему. Ну-ка, посмотри на меня. Сильно на парк. Освежился? Лоб мокрый есть. Мы спустились в какой-то парк. Блин. Ребенок освежился. С собачками гуляют. Группы детские гуляют. Вон, видимо, площадки, я так понимаю. Я пью. Смотрите, какой голубь красивый, белый. Белая ворона. Среди всех остальных. Он мало того, что белый, он еще и какой-то стрепанный, кудрявый. Красавец. Смотрите, как просто, но как красиво. Да? Искусственно созданно, но красиво. Эй, друг, а ты чего такой потрепанный жизнью? Или ты просто купался? Ты просто купался, что ли? Скажи, шла мимо, иди дальше. Что пристал? Так интересно, он ведь не боится. Ручной, что ли? Ты ручной, что ли? А ты меня клюнешь, если я тебя поглажу? Ты меня клюнешь? Я так-то боюсь. Скажи, ну, боишься, так иди мимо. Маленькие гимнастки в такую погоду занимаются. А там, вон, они бегают. Они же в зеленых все. Ну, конечно, в свежем воздухе лучше заниматься, чем в помещении. Пыли мы дойдем. Тот самый стул, на котором мы фотографировались и валялись в прошлом году. Как мне какой-то сделает новый пункт. Поехали на машине. На машине? Вон, на машине здесь. А, на маленькой, да, детская? Поехали. Все, вдоль... Идем вдоль по Питерской. По Самарской. По Самарской. По Самарской набережной. Видите, мы как поехать здесь по прямой. Там народу нету. Топ-топ-топ-топ-топ. Все обратно вот здесь вот. Слушайте его внимательно. Ответите на его вопрос. Сколько замечал? Видите, только по одной полосе в сторону. Вопрос. Зачем нужно? Второе вопрос. Для обкона или для чего? Понятно? Это вопрос. Это вопрос. Ответьте на его вопрос, потому что я ничего не поняла, о чем спрашивал. Не хочу просто включать голову. Вообще не хочу. Я у него отобрала шапку. Не идет. Я считаю, что мне шляпы идут. Надо носить. О, он у меня очки забрал. Ты мне, сначала только на шляпу. Народу гуляет. С мать муща. Несмотря на то, что рабочий день. Мы почти дошли. Вон там уже на посадку сидят. Сидят, говорю, стоят. Люди ждут. Я тоже хочу. А где билеты купить? Непонятно. Я тебе говорю, нам обойти надо. Я тебя слушаю. Я иду туда, как ты мне говоришь. Птички чирикуют. Ой, каких зайцев продают. Я обязательно хочу здесь потом пройтись. Посмотреть, что здесь есть. Вот, речные прогулки. Самарское речное пассажирское предприятие. А билеты где можно купить? Прямо направо. Прямо направо. Ага, билетные кассы. Я ничего не знаю, потерялась. Забери билеты. 900 рублей. А билеты? Два взрослых. 960 рублей. Это что, 480 рублей? Полтора часа прогулка. Теплоход? Да, у нас уже. Теплоход? Теплоход у нас, да? Москва как-то. Номер какой-то у нас. В 12 часов? В 12 часов. Понятно. Карта ваших путешествий. Не надо. Не, мы в магазин уже не... Отправила Альберта в пятерочку за водичкой. Надо ему попить. Это при том, что через 5 минут уже объявляют посадку. Но ему нужно воды попить обязательно. Успеет. Хотя вон вода есть. Блин, я его в магазин отправила. Ну ладно. Я ничего не знаю. Задала кассиру тысячу вопросов. Ну она так, улыбающись, мне ответила на все мои вопросы. Полуторачасовая прогулка. А что рассказывать? Сейчас просто поедем кататься и все увидите, все узнаете. Я хотела еще правда в туалет сходить. Ну ладно, перетерплю. Как обычно, Настя Барахольщика что-нибудь да увидит. Что-нибудь да ей надо. Коза Самарская. Коза Самарская. Это вот все, видите, все на работе игрушки. У меня просто родительница вяжет такие игрушки. О, божьи коровки. Букашкиные. Ну что, он где? Короче говоря, лучшие места мы прохлопали ушами. Ну ладно. Там уже не по бокам. Идем на посадку. Билеты у меня в сумочке. Кстати, минус маленькой сумочки, то что я все, что хотела взять с собой, все забыла. Ну ладно. Как я говорю, самая главная карта, все остальное можно купить. Что? О, как здесь душно. Получается нижняя палуба. Можно здесь внизу. Можно наверху. Пойдем. Пойдем, посмотрим. Прохлопали ушами на 700. Свободные. Сойдется, наверное, внизу ехать. Вот здесь только. Внизу в закрытом тоже не хочу. О, здесь тоже можно. Здесь можно и стоя вон, в принципе. Туалет. Сейчас поплывем. Сейчас поплывем. Сынок у меня ломтан сидит. Внизу. А я что-то здесь кистала. У меня шило в одном месте. Я не могу сидеть. Куда поплыли? Зачем поплыли? По Волге поплыли. Не боишься? Уйдем, у нас. Уйдем, у нас. Учем. Ага. Уйдем, у нас. Я как неугомонная. Хожу, дрожу туда-сюда. Ребенок сбежал от меня. Он пересел подальше. Я не с этой женщиной. Я не с вами. Черная-черная вода. Не как на море синяя. Бирюзовая. Ну, честно говоря, через 15 минут после отправления мне стало откровенно скучно. Как бы это ни было красиво, увлекательно. И ты прокатилась, можно сказать, по всему побережью. Ну, видимо, не совсем мой вариант отдыха такой. Вот. Поэтому я полезла в Википедию. Почитала, откуда вообще произошло это название. Волга. Волга. Вологой. Волога. Влага. Вот. Вот так вот. От прославянского. Ну, и в среднем глубина 9 метров. Самое-самое глубокое место 41 метр. Затянет так затянет. Ладно. Плывем дальше. Чисто так. Для общего развития. И для развития кругозора, так скажем. Да? Я, кстати, почему-то думала, что будет пахнуть водой. Вообще не пахнет. Нет каких-либо запахов определенных. Прошло полчаса, мы откровенно поскучали. Я тебя отсвечиваю солнышком. Прям в глаза. Убираю руку. Уже не отсвечиваю. Я не знаю. Теплоход. Полный теплоход детей. Зачем-то дети. Интересно. Ради того, чтобы покататься на кораблике. Не знаю. Не хочу никого обидеть. Но нам стало скучно. Говорю об этом честно. Ура! Мы пошли на разворот. Вот это что за штука? Какого? 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 А? Какого? А? А? Разворачиваемся и плывем обратно. А мать откровенно заскучала. Ее укачала. И, короче говоря, все. Надоело. Что-то спустялись на нижнюю полуду. Здесь как будто даже не вкусно, но как будто даже поприятнее путь. Здесь и кресло поудобнее. Поваляться можно. Я думаю, что я сейчас тоже лягу. Михаил Фрунзе один, а второй Павел Бажов. Ну, это теплоходы, видимо, дальнего плавания, да, я так понимаю. Все, мы причаливаем, слава богу. Дети орут уже, потому что нас болтает. Как Берт выспался. Мы пока плыли обратно. Я успела написать пост ВКонтакте. Сейчас у меня желание сесть где-нибудь в прохладной кафешке. Какой-нибудь хороший прохладный напиток. Как говорится, посидеть немножко в себя, прийти после этой теплоходной духоты. Ну, и можно будет двигаться дальше. Мы поднимаемся наверх с набережной. Город. У меня даже очки на бекре. Нас разморило, развезло и один тип укачало. Хоть не тошнило, слава богу. Идем, шагаем. Это какая улица? Здание старое-старое, видите? Какая улица? Не видишь? Пересечение Куйбышева. Площади Ленина мы вышли. На площадь. Так, Самарская набережная, речной вокзал, улица Ленинградская, Музей истории и сберегательного дела, Самарский областной художественный музей, доступный пляж, хлебная площадь. Нет, мы пойдем вон туда прямо. Мы пойдем прямо, куда глаза глядят. У меня лимонад и слоечка с вишней. Картошка по-деревенски и салат вкусненький какой-то. Хорошая кафешечка. Я как бы вообще, ну, приятная такая, чисто. Выбор огромный всего. И салаты, и второе, и горячие, и торты, и пирожные. Выпечка, все, что хочешь. А вот руки помыть негде. Туалета нету. Ладно, влажные салфетки, слава богу, есть с тобой. Все, приятного аппетита нам. В общем, мы пока сидели и кушали, мы решили, что сейчас двигаемся в сторону Санитинского моста. Да, кстати, еще одна точка, которую я хотела посетить, посмотреть. Хотя вроде бы там ничего такого необычного, но люди говорят, что можно это поскорить. Тем более, мы находимся недалеко. Сынок у меня захотел мороженого. Вот это в этот раз взял какое-то белое. Не все еще перепробовали. А ты белое-то взял с целью, если капни же вдруг? А, мне сама думала белое. А, кокосовое. Смотри, кокосовое. Ух ты! Так оно в кокосовой стружке. А там в глинке нету такого. О, какое вкусное. Блин, хоть тоже покупай. Ну нет, я не буду. Я лопну, если я еще мороженку съем. Аккуратно. Ну как, вкусное? Откусивай. Я ему говорю, ты сейчас мороженое возьмешь и спачкаешь футболку. Он белое взял. Это была пекарня белочка. Вкусно вообще, очень все вкусно, очень все свежее. У меня слуху, я ее не съела, она мне просто влетела. Блин, ну как так? Все-таки я иду и немножко возмущаюсь. Они говорю, кормят людей, но при этом нет ни туалета, ни раковина. Ну ладно, туалета нет, но раковина должна быть как помыть элементарно руки. Как-то не совсем логично. Могу же я поворчать? Или вот у меня сегодня день такой воршивый? Все, двигаемся в сторону Срунзенского моста. А там дальше будем смотреть, куда. Снежные крыши. Ну, как достопримечательность это, конечно, не рассматривается. Ну, так тоже, ради любопытства. Дорога 40 градусов. Дорога? Да. Нагрелась до 40 градусов, да? Да, тут от 9 до 39. Мы с ним остановились возле этого моста. Мост как мост. Никаких особой эмоций. Или день у нас сегодня такой какой-то неэмоциональный. Единственное, что я вот обратила внимание, смотрите, сколько птиц. Семечкин завод, что ли, здесь? Ох, нифига себе. Смотри, откуда их столько? Что-то здание мне не интересует. Это огромное количество. Они вон тут все сидят, там прямо тучами летают они. Вообще. Все голуби, голуби. Тут вообще не показано, что за... Ну, сначала шли, Альберт что-то говорил, говорил много. А потом резко замолчал, и мы идем в полной тишине. Слушай, слушай, я только как машины едут. То ли подустали, то ли погода так начала влиять, что затянуло все небо, солнышко спряталось. Непонятно, то ли дождь пойдет, то ли нет. Нет, я в храм не пойду, мне сегодня нельзя. У меня все-таки открыта часть тела, на которых есть тату, поэтому я в таком виде не хожу в храмы. Хотя мне, в принципе, все равно. Но надо уважать чувства других немножко. Правильно? Альберт плечами пожимает. Здесь, а этой рукой, пять раз. Раз, два, три, четыре, пять. Накидывай себе пять золотых. И быстро убер автомобиль. Вот вы смеетесь? Я хочу... Впрочем, мне поперло. Вопрос Веры, третья, она золотая. Я буду тереть, подожди. Добыча, добыча. И все время женщины... А кармана-то нету, мужчине карман сразу. Да у меня туристов сразу вранится, вот так. Сумку. Ну-ка, держи. Держи, я буду тереть в ладонь. Сумку буду складывать. Пять золотых буду складывать. Сумку. Женщина вела пару супружеской, рассказывала им про Самару, видимо, ну, экскурсовод, гид местный. В общем, говорит, это единственная рука в Самаре, которую трут все самарцы. Буратино. Вот это уже интересно. Вот это мне уже нравится. У Альберта, конечно, вид, дающий понять, что его все задолбало. Ну, ладно, терпим, идем дальше. Вон та самая матрешка, кстати, у которой в прошлом году мы фотографировались. А, мы, кстати, ходили по той улице, с той стороны, по той стороне улицы, а на эту сторону мы не ходили. Католическая церковь. О, ого. На этом месте стоял дом, в котором жил самарский губернатор Григорий Аксаков, после его дочь Ольга. В 20-м году, во время благоустройства, были обнаружены фрагменты печей, располагавшихся в цоколе бывшего дома Аксаковых. Это там не видно. Через стекло не видно, освечивает. А, вон, видно, я вижу. Вам, наверное, не видно будет, но не хорошо видно. Знаете, что меня больше всего смущает? Вот этот вот перекресток. Он настолько оживленный. Столько здесь людей, машин, трамваи и автобусы. И нет светофора. Вот это смущает очень сильно. Ой, мне уже охота тоже голову сунуть под вот этот водопад. Субтитры сделал DimaTorzok Стекло тройное. Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей все рассказывать. Все от слова до слова. И не успел кончить речи своей. Как стала перед ним на колени дочь меньшая, обнимая, и сказала. Благослови меня, государь мой батюшка родимый. Я поеду к зверю лесному, чуду морскому. И стану жить у него. Аленький цветочек. А, это полностью сказка. Полностью сказка. Аленький цветочек на вот этих стеклышках. Стеклышках, грубо говоря, да? На каждом цифра 26, 27, 28, 29. А начинается, получается, от... Ой, так они все в разбросках-то стоят. Эх, не дотягиваюсь. Пойдем. Хотел бы вот так работать? Нет. Я тоже нет. Я боюсь высоты. Просле мало не будет. А? Просле мало не будет. Чем опаснее, серьезнее работать, тем меньше зарплата, да? Да. Да как это? Мы смотрели на нее с тобой издалека. Самарская площадь это, да? Площадь имени Курбышева. Вот это? Да. А мы вышли из автобуса где-то вот на той стороне и видели ее издалека, когда шли. Солнышко опять выглянуло. Самарский академический театр. Альберт сказал. Вон там смотрите, как все затянуло тучами. Лишь бы нас эта туча не догнала ее-нибудь. Детеныш там бегает среди, по скульптуре, так скажем. Второй детеныш сидит. А это архитектура танца. Посвящается творчеству великого балетмейстера Мариуса Петипа. Казалось бы, чего такого? Вот танцующие ленты. Да? Пойдем так-то неприлично сидеть на... Как это называется? Ну, это не памятник, а... Подскажите. Серьез театральных деятелей. Я вышла прогуляться до магазинчика. Купить что-нибудь, купить. Альберт где-то ползет следом. Звонит мне, говорит, ты где? Смотрите, какая машинка прокачанная. Я тут обратила... Как-то прокачали на теплоходе. Обратила внимание на то, как растет... Елочка обрастает веточками. Видите, да? Она вроде бы такая большая, ветвистая. Но ей мало, ей надо еще вот... Надо покрасить, чтобы не росло. Нет, это покрасили, чтобы насекомые ее не ели. Пойдем, зайдем, я открою себе попить. Какой-то напиток взяла. Гранат, гранатовый. Попробую.